всем здравствуйте давайте сегодня мы поподробнее поговорим о процессе выращивания лаванды из семян процесс выращивания лаванды мы начинаем с этапа стратификации семян для этого нам потребуется почва грунт почвенная смесь либо готовые либо вы ее готовить сами в данном случае я использую часть своей земли добавляю покупную готовую торфосмесь песок перлит вермикулит что найдется под рукой все это смешиваю и вот в данную смесь я сажаю семена и так то есть я взяла как вы видите небольшой пищевой контейнер небольшого диаметра поскольку на начальных этапах лаванда развивается весьма медленно поэтому вот такого небольшого контейнера будет вполне достаточно посмотрите пожалуйста вот так выглядят семена лаванды мелкие черные именно жесткой черной оболочкой для того чтобы они у нас более дружно и лучше зашли конечно лучше семена про стратифицировать поэтому мы с вами ничего сложного не делаем обычная манипуляция воспользуюсь я обычной зубочисткой и сейчас равномерно распределяя семена помещу на поверхность грунта чуть-чуть вдавливая немного слишком заглублять не стоит также уточню что естественно перед тем как мы начали с вами распределяя семена по поверхности вы грунт хорошенечко увлажнили можно из пульверизатора из лечки кому как удобно и так семена на поверхности к сожалению ничего не видно поскольку они черного цвета как и сам грунт буквально один брызг так чтобы они еще лучше соприкасались в принципе мы с вами можем совсем чуть-чуть вот как говорят посолить наши посевы вот буквально чуть-чуть то есть где попадет где нет все то есть нашим семенам главное зацепиться остальное все будет у них в порядке и так сейчас я крышечкой наш контейнер закрывать очень плотно и помещаю его холодильник на нижнюю полку и ждем первых сходов прошел месяц давайте посмотрим что происходит с лавандой на сегодняшний момент вот посмотрите какие всходы у меня получились то есть напомню вам что мы отправляли лаванду на стратификацию у меня этот процесс занял три недели но скажу вам честно что по прошествии указанного времени всходы у меня еще не появились то есть после трех недель в холодильнике я лаванду выставила но ни в коем случае не над не на подоконник а просто в комнатные условия в данном случае у меня подсветка и вот уже по истечении еще одной недели появились вот такие дружные всходы то есть весь процесс от момента стратификации до всходов в целом у меня занял около месяца вот мы получили такие всходы они не совсем дружные но в этом и заключается особенность лаванды то есть после того как мы с вами сняли плотную крышечку с данного контейнера я вот в данном случае воспользовался точно таким же контейнером и просто накрываю первую емкость для того чтобы те всходы которые еще у нас появятся те семена которые проклюнутся и взойдут все же было была возможность сохранять какую-то влагу то есть такие небольшие тепличные условия ну а те сеянцы которые уже развернулись и медоли могут спокойно расти и не упираться в крышечку то есть я думаю что все весь этот процесс очень понятен то есть уход который необходим нашим молодым растеницам это обязательно подсветка не менее 12 14 часов если у вас подоконник то все же старайтесь оберегать их от прямых и жарких практически уже весенних солнечных лучей обязателен полив то есть конечно же очень аккуратно с пульверизатором и наше растение сбрызгиваем то есть почва должна быть немного влажной но не сырой ну и пожалуй все что сейчас необходимо то есть оптимальная комнатная температура мы об этом также не забываем посмотрим как будет чувствовать себя лаванды через некоторое время прошел месяц посмотрите пожалуйста как чувствует лаванда себя в настоящий момент как вы понимаете что уже давно прошло то время когда было необходимо лаванду переносить в отдельные емкости и вот наконец-то я обратила на бедняжку внимание сейчас хочу заняться этим как раз процессом но вам сразу скажу что лучше это делать фазе двух настоящих листочков максимум четырех все же вот так затягивать не стоит поскольку как вы понимаете самая главная проблема в том что уже если растение достаточно мощные развивают мощную корневую систему тоже при пикировке мы можем ее повредить все же этого допускать не стоит но делать нечего сейчас я займусь именно распикированием данных растений и чтобы растения перенесли эту процедуру менее болезненно я как вы видите очень обильно полила емкость водой кратковременный такой залив если позволите так сказать ничего страшного нашим растениям не принесет и вот сейчас буду я переносить каждое растение в отдельный стаканчик в данном вот в данном случае в такую кассету я наполняю ее питательным грунтом обязательно дренажное отверстие достаточно большой дренажное отверстие на дне питательный грунт состоящий из земли со своего приусадебного участка торфа песка и конечно же гумуса то есть мы наполняем кассеты аккуратненько делаем отверстие вот сейчас я воспользуюсь любым любимым своим приспособлением это обычной чайной ложечкой и буду очень осторожно извлекать растение из данной емкости но сделать это не сложно поскольку как вы понимаете все здесь очень размягчилось но придется сделать то что не хотелось бы это оголить корневую систему очень осторожно поскольку корешки уже большие и угроза в том что они могли переплестись между собой как вы видите очень осторожно вытаскиваю конечно такого допускать не стоит здесь большая моя оплошность вот вы видите что корневая система огромная уже будем надеяться что растение перенесут пикировку не столь болезненно поэтому все же осторожненько мы с вами работаем обжимаем аккуратно чтобы никуда наша лаванда не делась вот таким образом и конечно поливаем и так готова все шесть растенец я перенесла в отдельные емкости если говорить об уходе который необходим на данном этапе выращивания ускалистной лаванды то это обязательно дополнительное освещение в моем случае не менее 10 12 часов либо солнечный подоконник но пожалуйста обращаю ваше внимание что конкретно после данной процедуры все же растение надо защитить от жарких солнечных палящих лучей уберегать также мы следим с вами за влажностью почвы она должна быть достаточно влажной но не сырой и слишком сильное пересыхание также губительно для растений но температурный режим это комнатные условия в нашем случае это в пределах 20 22 градусов цельсия посмотрим как будет чувствовать себя лаванда через некоторое время прошло чуть больше месяца вот посмотрите пожалуйста как чувствует себя лаванда в настоящий момент подросла окрепла активно наращивать зеленую массу большое количество боковых побегов полу появилась все идет по плану если говорить об уходе то лаванде на данном этапе необходимо хорошее освещение солнечный подоконник солнечная лоджия либо подсветка но как вы видите у нас лаванда уже находится в теплице на протяжении трех недель уже стоит под ярким весенним солнышком полив по мере необходимости температурный режим если выращиваем дома в домашних условиях понятно что это дневные в пределах 20 22 градусов цельсия но впрочем ночные примерно такие же здесь в теплице ночные температуры 15 17 то есть то что необходимо растению для развития не забываем о подкормке то есть вот за прошедший период времени один раз хорошим комплексным жидким минеральным удобрением я подкормила берем небольшую дозу и поливаем наши молодые растеница но в целом как вы видите особых каких-то трудозатрат и ухода не требует поскольку развивается очень очень неплохо рыхление и еще один моментик то есть мы с вами по мере того как земля вот в данном случае в кассете у меня оседает мы с вами смело можем ее добавить ну и пожалуй все что сейчас необходимо лаванде посмотрим как она будет себя чувствовать через некоторое время прошло полтора месяца вот посмотрите пожалуйста как чувствует себя лаванда в настоящий момент слава богу закончился период возвратных заморозков по крайней мере мы на это надеемся пришлось долго ждать но слава богу еще раз говорю что наступило время когда мы смело можем высадить лаванду на постоянное место был у меня опыт не совсем удачное выращивание лаванды к сожалению в зимний период на грядке с многолетниками она у меня вымерзла и вот по совету одной из наших подписчиц я решила посадить лаванду к розам поскольку розы мы на зиму укрываем и у меня все-таки есть надежда что она не вымерзнет хорошо перезимует и будет разрастаться и расти на нашем участке очень не хочется вырастить лаванду именно большой красивый цветущий куст и так то сейчас дело достаточно простое я выкапываю небольшую луночку рядом с кустом розы наливаю возички прежде конечно растения в кассете мы тоже обильно проливаем сейчас аккуратно достану одну из одной кассеты растений мы посмотрим что происходит корешками конечно почва влажная но видно что буквально корневая система уже заполонила все пространство уже ни один круг ни один виток сделала как я и говорила давно рассада просилась уже на постоянное место и так то сейчас примерим конечно здесь получилось низковато земельки еще добавляем и ставим нашу лаванду в лунку аккуратненько присыпаем здесь земелька хорошая органикой заправлены поскольку мы сажали розы и компост хорошо припревший компост сюда добавляли питание лаванди будет хватать и конечно же легкая рыхлая почва это одно из важных условий и обязательно хорошее освещение как и розам требуется и очень хорошее освещение и небольшая защита от сквозняков и именно сейчас на данном периоде когда рассада еще все же достаточно слабая именно стараться ее защищать от сильных ветров и конечно же возвратные заморозки если мы высадили бы ее раньше могли ей очень очень сильно повредить вот таким образом лаванду я посадила совершенно также посажу оставшиеся растения посмотрим как она будет себя чувствовать через некоторое время прошел практически месяц посмотрите пожалуйста как чувствует себя лаванда в настоящий момент в принципе растения неплохо прижились и начинают активнее наращивать зеленую массу но понятно что здесь достаточно солнца сейчас слава богу стоит неплохая теплая погода и ночные температуры весьма и весьма высокие ну и уход за лаванды сейчас на данном этапе заключался конечно же в обязательных поливах но были вот буквально последние две недели дожди и полив нами не производился можно сейчас уже начать подкормки поскольку его не корневые подкормки роз я также хочу произвести то есть и лаванде тоже достанется то есть любом случае любым комплексным минеральным удобрением мы можем лаванду подкормить хуже от этого она себя чувствовать не будет но естественно не перебарщиваем а в соответствии с пропорциями обязательно можно и корневую подкормку то есть развести удобрение воде жидким либо даже по листве это кому как удобно в любом случае сейчас мы следим затем чтобы сорняки ни в коем случае не забивали наши молодые растения рыхление по мере необходимости и опять же повторюсь подкормки и поливы пока это все что нашим растениям необходимо посмотрим как будет чувствовать себя лаванда через некоторое время сегодня 2 сентября вот посмотрите пожалуйста как выглядит и чувствует себя наша лаванда как вы видите кустики неплохо разрослись достаточно разветвленные зеленые и даже в первый год некоторые растения не все лишь некоторые даже начали цвести если в целом говорить об уходе то в принципе агротехника была совместно с розами то есть обязательно поливы было три подкормки две корневые 1 по листве то есть совместно с розами очень удобно в принципе мы ухаживали за лавандой и вот сейчас на что стоит обратить внимание это то что именно в первый год нам важно сохранить растения чтобы они у нас хорошо перезимовали вот именно для того чтобы попусту растения силы не тратила все же вот эти замечательные цветоносы нам с вами стоит удалить именно для того чтобы корневая система наращивалась как можно лучше растение в целом хорошо подготовилась к зиме то сейчас вооружившись ножницами я все все цветоносы которые уже появились и в дальнейшем еще могут появиться поскольку погодка сегодня замечательная даже вот как я сказал уже начало сентября а у нас по летнему по июльски жарко днем конечно ночь уже прохладные но в целом растение еще может продолжать выпускать цветоносы и нужно следить за этим и обязательно их удалять и вот в моих руках целый букетик лаванды все цветоносы на растения я удалила и в принципе если говорить в целом об уходе то сейчас мы уже уповаем на погоду поскольку начинаются уже дожди вот буквально вчера очень хороший дождик прошел то есть я думаю что поливов поле уже будут производиться естественным образом никаких подкормок мы не производим и в принципе сейчас важно растение подготовить хорошо в зимовке и уже когда ударят первые заморозки мы не забываем о небольшом укрытие но поскольку опять же подчеркну что посажена не вместе с розами наши кустики лаванды и естественно розы мы будем на зиму укрывать и лаванде тоже достанется обязательно сухое укрытие мы будем производить но в целом если у вас посадки например не рядом с розами именно в цветники то мы не забываем обязательно в первый год хорошее укрытие сделать то есть в виде компоста либо сухой листвы лапник все что найдется под рукой но то есть но стоит тоже учитывать тот факт что бывает если мы слишком переусердствуем лаванда также с успехом выпривает обязательно об этом тоже стоит помнить ну что ж посмотрим как наша лаванда будет себя чувствовать дальнейшем сегодня у нас 6 июля второй год наша лаванда растет на данном месте рядом с розами и как вы видите неплохо себя чувствует могу сказать что для себя я нашла рецепт вырастить все же это замечательное многолетнее растение лаванды у себя на участке как я уже и говорила что было несколько попыток и к сожалению неудачных и вот сейчас я могу сказать с уверенностью что именно такое хорошее соседство с розами помогло нам сохранить лаванду она великолепно перезимовала и вот так на второй год великолепно начала свое цветение хочется также уточнить что выращиваю я лаванду узколисную несмотря на то что огромное количество видов лаванды существует в мире около 30 в россии чаще всего выращивают 2 которые удалось скажем так приручить к нашим суровым условиям хотя наша страна огромная есть зоны с более мягкими зимами и в целом более теплым климатом но вот у нас в средней полосе я выращивала и пробовала лишь лаванду узколисную и она как раз перед вами то есть вот такое замечательное многолетнее растение в целом если говорить про агротехнику уже на второй год жизни она достаточно проста поскольку если мы говорим о почве то она нисколько не изменилась единственное что осенью в прошлом году конечно обязательно с целью укрыть лаванду получше и с целью лучшего питания почвой подкормок это конечно подсыпался компост осенью и естественно он содержит большое количество азота то есть весеннюю подкормку лаванда также получила но в целом и говорим о том что за сезон мы делаем несколько подкормок но я все же стараюсь растений не закармливать и не более трех то есть это в ранний период когда у нас сошел снег когда растение мы видим что она он живо появились новые молодые зеленые листочки хорошее комплексное минеральное удобрение где есть азот фосфор и калий мы с вами используем либо компост и случае если нет ничего под рукой то настой коровика либо может быть какое-то другое органическое удобрение это опять же по вашим возможностям мы с вами можем использовать уже в процессе дальнейшего роста развития когда вы видите что ваша лаванда начинает выпускать бутоны конечно же фосфор и калий у нас идет на смену азота содержащим удобрением опять же минеральное удобрение мы используем и в заключении третья подкормка это уже до середины августа мы ее производим это для того чтобы наше растение накопило силы для того чтобы хорошо перезимовала и в целом уже для развития роста на следующий год это конечно же фосфор и калий но я подчеркиваю не позднее середины августа поскольку ночью уже становятся холодными нет смысла наши растения перекармливать любом случае уже все эти элементы не усваиваются стоит сказать о поливах конечно вы также прекрасно понимаете что поливы получала лаванда вместе с розами вот сейчас у нас на смену аномальной жаркой погоде пришла прохладная и влажная погода до дождей у нас не было наверное с мая месяца естественно мы производили поливы роз и лаванде также доставалось но в целом могу сказать что очень она засухоустойчиво великолепно себя чувствует в сухую жаркую погоду очень любит палящие солнечные лучи то есть растение конечно для открытой местности достаточно сухой почвы она предпочитает сухие супещаны то есть если у вас все-таки более тяжелые суглинистые почвы обязательно при посадке мы вносим с вами песок либо допустим какие-то разрыхляющие материалы поскольку если песка нет то можно даже добавить какие-то камушки мелкий гравий для того чтобы улучшить структуру почвы была на более воздуховодопроницаемый но в целом мы конечно здесь высаживали в достаточно хорошо удобренную компостом почву поскольку как вы видите рядом розы но неплохо себя лаванда здесь чувствует но все же переудобрять не стоит увлекаться слишком органикой не стоит поскольку это риски всевозможных заболеваний и бывает так что лаванда очень очень плохо цветет это тоже надо учитывать и в заключении хочется еще раз поблагодарить нашу подписчицу которая посоветовала нам именно таким образом выращивать лаванду и результат не заставил долго себя ждать наконец-то на нашем участке появилось такое изумительное душистое запоминающееся растение которое радует глаз душу и в целом конечно является даже лекарственным растением ну что ж пожалуй на этом все что хотелось рассказать и показать о выращивании лаванды узколистой и семян желаю вам красивых цветов и до скорых встреч